Торнадо Энерджи 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 хороший реплей удалось подобрать после выстрела он как бы ствол вправо вверх поднимает зачем перекрывает возможность выцеливать адекватно лючок во первых целиться сложнее во вторых при попадании там кумысом или фугасом в ствол орудия снаряд дальше просто напросто начинает сильно терять свои возможности наносить урон на близких дистанциях у танков огромный недостаток это его большое нлд и в принципе туда без голды одноклассники могут пробивать в остальном дпмная сильная крепкая машина можно играть ну опять же медленный это все эти все минусы как бы должны быть понятны давайте вам покажу двух победителей с прошлого ролика иначе потом забуду обязательно напомню что для тех кто хочет принять участие в раздаче голды эти люди выиграли по косарю голды получат уже не скоро потому что списке на числе эти голды уже были поданы вот буквально недавно еще месяц как минимум ждать следующего списка придется но в любом случае все кто побеждают они получают рано или поздно свою голду ребят поэтому пишите комментарии по теме ролика какой из этих танков у вас есть какой бы вы хотели в конце комментария оставлять свой танковый ник прожмете лайкосик или колокольчик вообще будет шикарно но мы продолжаем вы уже поняли что тс-5 у нас на пятом месте а кто же на четвертом здесь у нас можно сказать что будет классика вообще самуа sm это французский тяжелый танк барабанщик который у нас достаточно часто в различных топах лучших танков занимает почетные высокие места но будем честными в 2019 году точнее даже в конце 2019 начале 2020 он подсдал позиции и опять же ушел из списка лучших его там вытеснила лора и он где-то вот опять в серединке болтался но никогда шлаком не остановился всегда отлично отыгрывал а чё бы и нет ббшками пробитие 232 5 снарядов с альфой по 300 в барабане то есть по сути если вы выходите отхватываете урон от противника и полностью реализуете в него свой барабан потенциально это полторы тысячи урона а у самого самого см 1450 то вы по сути уже оббиваете свои хп ну и чё тут говорить в этом случае даже игрок с низким уровнем игры может неплохо реализовывать этот танк свои хп отбил это уже считается что ты ну как минимум не бесполезный в команде да что касается более как бы это правильно сказать то опытных игроков вот см см им тут открывает возможности во первых это реализация барабана зачастую можно обменять один шот противник или вообще дождаться пока он разрядится кого-то другого и реализовать в него быстренько свой барабан во вторых это все-таки возможность перемещаться хоть и саму асм это тяжелый танк но играется он больше как слабенький ст то есть динамики ему конечно дст не хватает но все же бегать с карт с фланга нас фланг он может вполне неплохо кроме того за него играет его картонный как бы это так мнение о французах что они картонные да потому что у у самой см несмотря на то что башня где реально картонный да вообще он весь картонный влд то есть верхняя лобовая деталь у него толстая внезапно и от нее много отскакивает поэтому их часто с лорой путают и стреляют на автоприцеле или просто пытаются выцелить самую простую часть для выцеливания это влд но и вы сами понимаете часто туда происходит не пробитие в общем такой танчик против не самых опытных игроков хорошо отыгрывает даже броней может отыграть ну а в умелых руках может реализовывать свой барабан пушка комфортная корпус неплохой подвижность все есть обзор есть короче играть можно рекомендую никогда в какаху не скатывался еще раз говорю иногда им будет иногда просто стандартно отыгрывать в ангаре будет у вас будет хорошо но он сейчас не продается поэтому если он у вас в ангаре был выкатывайте поиграть не ребят это мое как бы кредо уже шесть минут прошло я только о двух танках рассказал здесь я должен был по идее по моим прикидкам уже заканчивать поэтому буду ускоряться м54 ренегат американский тяж восьмого уровня кстати интересное наблюдение также как и тс-5 впервые его можно было получить за прохождение марафона он так и назывался охота на ренегата вот и честно говоря я всегда думал что за марафон танки пытаются выкатить на такие ни рыба ни мясо вроде чтобы плохие не были что в марафончике за халявой то погоняться но вроде чтобы не имбовали потому что многие их на халяву получит а это в г не очень-то всегда приветствовал и вы знаете в этом топе я просто забегая вперед скажу это не последний танк из марафона в любом случае если по нему присмотреться можно увидеть что это младшая копия т110 е5 американского тяж 10 уровня который на сегодняшний день является но одним из самых худших вот поэтому для меня огромное удивление что та же концепция вот этот вот огромные огромный лючок огромное ведро на башне не мешает ренегату нагибать пушку очень комфортная сути по сути это тяжелый танк который тоже достаточно быстро перемещается вперед и не очень хорошо назад то есть играет от башки играет от углов склонения играет от ну адекватного пробития но здесь не имбовый по-моему там 228 по-моему на бэбэшках и что-то 255 на подкалиберах то есть далеко не самые имбовые показатели но тем не менее вот совокупность характеристик этому танку дает возможность занимать аж третью позицию то есть у него сейчас все хорошо и с нанесением урона и с зарабатыванием кредитов и опыта в общем-то как я и сказал танк почему-то им будет я причем посмотрел новости никаких за последние дни там продаж этого танка или каких-то акций или еще что то что может сподвигнуть игроков активно на нем играть не было поэтому почему он появился вот в этом списке он опять же никогда на дно не опускался опять же в середине болтался но сейчас почему-то опнулся вверх вот не знаю аж до третьего места выскочил а если кто знает причину почему ренегат сейчас так хорош напишите пожалуйста может быть баланс как-то у нас поменялся или еще что-то может и лапали хотя я бы об этом точно знал в общем причин вот этих вот аномальных показателей у ренегата я объяснить не могу и пожалуй это единственный танк из этого списка который для меня остается темной лошадкой ладно идем дальше дальше для меня становится проще дальше у нас советский объект 730 вариант 2 с двумя пушками по 122 миллиметра продавался как продавался точнее можно было получить только выбивая его из коробок на новый год в роли после этого его ни разу не продавали или я опять что-то пропустил но по моему не продавали вг на новогодние праздники зачастую в топ выкатывают какие-то действительно крутые танки поэтому тут мне ничего не удивляет пробитие есть альфа есть у танка механика двухстволки то есть по сути это барабан на два снаряда который можно реализовать единым залпом все это вы отлично знаете какая никакая броня у танка есть я бы даже сказал что она выше среднего для уровня восьмого и она достаточно понятная потому что здесь нет никаких щучьих носов и всего остального довернул корпус нарастил броню все ясно и понятно противник разрядился подставился вышел выдал в него дуплетом все коротко понятно просто танк сейчас а в принципе он как появился полгода назад в игре так с тех пор он где-то вот в топе среди премов и висит я понимаю что он далеко не всем был доступен в свое время то есть далеко не все его даже при желании могли выбить из этих коробок но те кто получили вот сейчас на нем нагибают будем надеяться что в г еще каким-то способом даст возможность игрокам его получить но на сегодняшний день если вы являетесь владельцем этого танка ну вам повезло остальные ну будут как бы вам завидовать ладно идем дальше у нас первое место же на носу ну и как я сказал здесь у нас еще один танк замарафон замарафончик это большительон бураск все его знают как бурасик по сути это средний танк французский восьмого уровня премиумный отличается кривым орудием не самым лучшим пробитием на обычных подкалиберных снарядах 190 но в принципе зачастую кстати хватает особенно если играть против одноклассников в смысле против одноуровневых танков то есть там восьмерки семерки вот так вот ну против остальных конечно уже голде щеку приходится заряжать и многие заряжают реально но пушка коса и долго сводится имеет барабан на два снаряда по сути брал разряжается два выстрела по 360 это 720 считайте почти что 2 ствол у вас почти ну за исключением того что у танка нельзя реализовывать выстрел сразу кстати посмотрите сейчас был всего один выстрел и выбита и модуль и член экипажа компоновка у танка очень плотная очень плотная поэтому часто какие-то внутренние пока криты повреждения будут вас преследовать из сильных сторон разумеется мобильность разумеется одна из самых лучших маскировок на своем уровне он даже с многими лт может конкурировать до тех пор пока не начнет двигаться в движении конечно же это не лт это средний танк у него маскировка падает но если пусть какой-то занять встать ну высветить оттуда бураска достаточно сложно на дистанции вот не смотрите здесь вообще непоказательные моменты то что он попадает на дистанции зачастую снаряды не попадают то есть ближний маневренный бой это кредо бураска ну или опять же попытки нанести урон с дистанции высунулся пока не светишься свелся сдал пару выстрелов они достаточно быстро здесь реализуются и уходишь отсвечиваться прятаться и дожидаться следующей своей возможности шмальнуть в общем то вот он список самых имбовых танков по состоянию на середину лета 2020 года разумеется выйдет новый патч выйдут новые танки выйдет что-то еще какие-то перебалансировки произойдут весь этот топ конечно же может стать в тот же момент не актуальным тем более что танки у нас нерфят как скрыто так и открыто вот скрытый нерф премиум колесника намечается да то есть с изменением механики хотя характеристики танка никто менять не будет но это как бы колесники этого заслужили своей имбовостью я сейчас знаю сейчас он лагерь поделился на два фронта кто-то прям вааа наконец-то эти бесчие колесники поиграли и те кто играет на колесниках типа картошка задолбала качаешься 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 а они бац и нерпят ну в общем вот два лагеря напишите в каком вы а у меня на этом все спасибо что смотрели пока пока пока